Вы знаете, вот за всей этой историей с обнулением мы как-то не заметили главного, а ведь не ради нового срока Владимира Путина. Игра под названием «Голосуй за поправки!» затевалась, не пойдет он на пятый срок в 2024 году, и сейчас я вам объясню почему, а заодно поведаю куда и зачем Владимир Владимирович планирует отскочить. Начинаем! Действительно, мы как-то забыли, что наш президент чемпион мира по многоходовочкам. Вообще, конечно, это кто-то из политиков должен был рассказывать, ответы лежат на поверхности. Но ребятишки молчат, понятия не имею почему, а посему сделаю это за них. А начнем вот с чего. Совсем недавно один мой коллега, популярный ютуб-блогер, быть или случайно, или намеренно, но дал очень правильную характеристику Владимиру Путину 4.0. Внимание на экран. Мы подошли, наконец, к главной мысли этого видео. Дело в том, что поправки – это не инвестиция в будущее. Это попытка урегулировать взаимоотношения с элитами, а не с вами. Владимир Путин обнулением сроков снимает с себя амплуа хромой утки. Именно. У американцев есть такое выражение «хромая утка». Простите, но наш сегодняшний лидер той самой хромой уткой и является. С чего ради? Отвечаю. Ребята, вы думаете, только мы с вами понимаем, что рейтинги главного уже давным-давно являются дутыми? Что они стабильно идут вниз, вот как началось после пенсионной реформы, так и валятся. Ну, потому что кремлевские политтехнологи ошибку за ошибкой совершают, а сам главарь от всего отстранился, погряз в цифрах лживых отчетов. Чудовищные фальсификации на выборах 18-19 годов принесли свои плоды. Более чудовищным стало только нынешнее голосование. Садистские расправы над участниками всевозможных митингов, протестов. Туда же отсутствие справедливости, в том числе в судах. Абсолютная безнаказанность для облегченных властью людей. Ну и, конечно, предательство во время пандемии коронавируса. Господа, да тут никакой виагры рейтинги уже не спасти. И к 2024 году картина станет еще печальнее. Так вот, как думаете, это только мы с вами понимаем? Я вас расстрою. Друзья, это понимают и наши элиты. Это понимают и лидеры иностранных государств. Ну, кто за границей станет вести дела с президентом, у которого нет реальной поддержки граждан, которого уже называют диктатором. Обратите внимание хотя бы на, кто из иностранных глав приехал в Москву на парад 24 июня. Да на тот список без слез не взглянешь. И это только начало. По пути Северной Кореи все уверенно движемся. Руководителя, который презирают во всем цивилизованном мире. А греет ли это мысль элиты? Как считаете? Да нет, конечно. Великие корничи со своими друзьями чудят. Ругаются со всеми подряд. А богатые дядьки деньги теряют. Иностранных партнеров. Выгодные контракты. Причем еще раз. Если раньше богатым дядькам приходилось считаться с хозяином Кремля, у человека действительно серьезная поддержка населения имелась. Сегодня этой поддержки нет. Нужен элитам такой президент? Это реальная журналистика. Подробности дальше. Поехали. Не забываем к слову, что богатые дядьки не меньше нашего страдают от коррупции внутри страны. Вот, например, олигарх Потанин, что прославился минувшим июнем. Как считаете? Он что, реально не мог эту ТЭЦ отремонтировать? Цена вопроса-то 3 копейки. Да я уверен, просто руки не дошли. Поскольку на Потанине целая куча негласных финансовых обязательств еще болтается. По содержанию дармоедов-паразитов, чиновников, депутатов, общественных деятелей, генералов и полковников. Чьих-то друзей. Друзей-друзей и каждому дай. Да на ту ТЭЦ просто средств не оставалось или времени. Кроме того, армия дармоедов же прирастает постоянно. У кого-то детишки подросли, семьями обзавелись. Подруги-любовницы образовались, коих тоже необходимо содержать. Поэтому давать Потанину приходится все больше и больше. А что взамен? Ну согласитесь, когда человек вкладывается во что-то, он ожидает, что эти вложения принесут дивиденды. О каких дивидендах можно говорить с нынешним хромым режимом? Если у президента рейтинг только в телевизоре присутствует вранье. Кстати, которое Потанин тоже оплачивает. Сейчас буквально перед эфиром с вами разговаривали, вы мне рассказали совершенно чудную историю, что еще вчерашние очень богатые люди, которых можно было, может быть, даже в какой-то момент назвать хозяевами жизни в рамках региона, города, в общем, многие из них уже обанкротились. Ну, естественно, тот же Язев, тот же Клетов. Но действительно люди как-то не смогли встроиться во время и остались в прошлом. И я не удивлюсь, если обанкротятся и у ГМК. Вы знаете, у них огромные долги. Да-да, в регионах многие олигархи, попроще Потанина, конечно, уже разорились. Причина, я о ней выше сказал, их выдали местные чинуши, ничего не дав взамен. Да им и нечего. И вот теперь к главному переходим. А понимает ли все это Владимир Владимирович? Что становится этой самой хромой уткой с нулевым рейтингом? Что через 4 года ему на самом деле нечего будет предложить своим вассалам, элитам. То бишь, да ясное дело, понимает, поэтому даже не тешит себя иллюзиями об участии в выборах этих 2024 года. Я также, как известный персонаж Владимира Волосовского, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. Вторая часть Морализонского балета, вариант с преемником. Но это тоже не вариант. Дело в том, что в обществе растут протестные настроения. Причем в геометрической прогрессии точка невозврата пройдена. Поэтому рано или поздно случится пожар. И чтобы потушить пожар, успокоить общество, любой следующий президент, в том числе президент-приемник, должен будет принести сакральную жертву. Как думаете, кого? А других вариантов нет? Ну, попытались полгода назад разменять Медведева, назначив главным плохишом. Чего народ успокоился? Поэтому и вот сейчас переходим к сути всей многоходовочки с поправками. Всякая власть от Бога, говорит Слово Божие. А это означает, что всякая власть, институт власти от Бога, а вот форма власти зависит от духовного, нравственного и религиозного состояния людей. Помните, еще до того как возникла вся эта история с обнулением? Мы гадали, был появится какой-то госсовет, куда как раз главарь отскочит, ограничен в полномочиях всех остальных, и по сути госсовет станет самым главным властным органом России. А ведь мы тогда почти угадали. Вот только таким органом станет Совет Федерации. Идеальная структура во всех отношениях. Ну, Госдума избирается прямым голосованием, их всего на пять лет. В Совете Федерации сидят назначенцы. То есть, кого хочешь туда, можно засунуть. А после принятия поправок еще и пожизненными назначенцами эти ребята станут. Пожизненная неприкосновенность у них будет. Дальше. Президент передает часть своих полномочий Совету Федерации. Не всему парламенту, как нам врали, а именно Совету Федерации. И да, не Путин передает, а президент. Часть полномочий будущих президентов. Но и это еще не все. Именно Совет Федерации будет назначать судей. По сути, судьи становятся подконтрольными сенатором. А еще бывшие президенты автоматически станут членами Совфеда. Чуть не забыл. Окончательное решение по любому вопросу, в том числе по снятию вот этой самой неприкосновенности с того или иного лица. Ну, вдруг кому-то захочется кого-то привлечь к ответственности за прошлые грешки. Тоже будут приниматься сенаторами. Доклад окончил. Ну, теперь-то вы поняли. Да после вступления в силу всех этих поправок, хоть кого президентом избирай, Госдуму можно будет сформировать вообще из одной только оппозиции. Они ничего решать не смогут. Им придется договариваться с Владимиром Владимировичем, со товарищей и работать на их условиях. Вот за это вы сходили и проголосовали, пока вас отвлекали историями об обнулении сроков. Слушайте, ну всем многоходовочка, многоходовочка. Все, это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на ютуб-страничку сверху, там больше серии этого замечательного сериала. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok